За безопасность вместе! Акция по таким названиям проходит в нашей стране по 28 апреля. Ее проводит МЧС совместно с МВД, Минтруда, Минобразованием, Мининформом, Минздравом и другими ведомствами. Да, спасатели проверяют противопожарную безопасность в домах и квартирах. В первую очередь специалисты посещают людей с ограниченными возможностями, одиноких, пожилых и семьи, где дети находятся в социально опасном положении. Статистика указывает на то, что наибольшее количество пожаров и чрезвычайных ситуаций происходит в жилом фонде. А причиной этих происшествий является незнание либо пренебрежение людьми правил безопасности. Любой гражданин может поучаствовать в акции. Для этого необходимо обратиться в территориальное подразделение МЧС, к примеру, для того, чтобы работники обследовали жилище на противопожарное состояние. Совместно с сотрудниками МЧС мы посещаем семьи, в которых дети признаны находящимися в социально опасном положении. Мы обращаем внимание непосредственно на санитарное состояние, квартир, домов, где проживают несовершеннолетние, какие у них условия проживания, есть ли отдельное спальное место, есть ли одежда, игрушки по возрасту, есть ли необходимый набор продуктов питания для ребенка, есть ли ребенок уже постарше, есть ли отдельное место, где он может делать уроки, то есть стол, стул, самое элементарное. Друзья, МЧС напоминает, периодически проверяйте работу автономного пожарного извещателя, обращайте внимание на неисправность отопительного оборудования и электропроводки.